у нас сегодня 8 глава капитала второго тома называется основной оборотный капитал вообще с чего вся наука начинается до любая наука прежде всего классификация когда мы берем что и делаем делим там животный мир на растительный на грибы отдельные рода химии там металлы не металлы капитале мы делаем разделяем какой бывает капитала собственно об этом мы поговорим ну чтобы нам сделать какой-то матом до производства из чего производства складывается ну самое главное это рабочая сила должны быть люди которые будут как все делать в прошлых главах мы это рассматривали рабочая сила у нас называется переменным капиталом туда входит не только рабочие бухгалтери маркетологи менеджеры это мы все в предыдущих главах рассматривали в этой главе мы посмотрим другую часть капитала так называемый постоянный капитал что нам надо кроме рабочей силы ну прежде всего здания так и люди соберутся и будут работать нужны здания нужны машины на которых будет это производство станки какие-нибудь там или стаки и смотря какое производство кроме самих машин нужны инструменты там отверткой где-то что-то подшаманить веником подмести лишний ссор мусор нужно прежде всего сырье из которого мы будем делать наши продукты плюс эти сопутствующие материалы до рабочему там надо освещение чтобы не темно было вентиляции зимой отопление чтобы ему тепло было то есть еще сопутствующие материалы вот все это вместе несмотря на то что них разные роли задачи это все вместе называется постоянный капитал почему он называется постоянный капитал потому что в отличие от рабочей силы которая у вас то есть то нет она подала себе на 8 часов работы остальное время рабочий принадлежит сам себе этот капитал который принадлежит вам постоянно поэтому постоянно то есть сырье это ваше здание это ваше машины инструменты все это ваше недвижимость да но зачем нам это надо вообще зачем мы делим постоянную переменную часть капитала по той простой причине что когда мы выпускаем фонар и выясняем сколько стоит товар мы должны посчитать не только сколько рабочий потратил него стиль и зарплата соответственно из этого сколько будет стоит товар но должны посчитать сколько стоит сырье сопутствующие материалы машины здания инструменты чтобы это все посчитать и вложить в стоимость товара мы должны это все как-то классифицировать и учитывать так постоянный капитал прежде всего постоянный капитал к нему относится это средство труда то есть прежде всего здания машины и инструменты обычно это называют его еще недвижимым капиталом как ты сказал недвижимым имуществом но опять же в капитале уточняется что в некоторых случаях это может быть и движимое имущество допустим есть у нас плавбаза на всех владсибирцев где рыбу стругают то есть по идее это корабль который туда не отогнали сюда отогнали а по факту это плавучий завод и все это дело происходит с этим более-менее понятно здание мы купили на том стоит 100 лет купили пароход сколько там уже лет 50 плавает наверное ну и соответственно что мы делаем с этим дело мы берем стоимость здания делим на 50 лет и по чуть-чуть вкладываем стоимость товара сопутствующие материалы которые уходят с ними чуть сложнее как правило те материалы которые быстро изначиваются прямо в момент производства ну допустим маркс приводит там затраты на освещение надо освещение рабочим на такую куда освещение затрата куда естественно в цену товара потому что капиталист должен продать эти сопутствующие расходы за счет чего-то перекрыть и хотя получается электричество само которое используется для освещения рабочих она товар не включается сам товар для производства непосредственно товара он не содержит этого электричества тем не менее расходы есть эти сопутствующие материалы требуют как-то учета при продаже товаров поэтому чтобы не путаться сопутствующим материалом как правило относится то что истрачивается за один цикл производства одну не знаю лампочка перегорает грубо говоря за соответственно это сопутствующий материал а если здание в котором горит лампочка истощается не за один год а за много лет то соответственно постоянный капитал который никуда не денется как передается стоимость наших средств производства к товару понятно что постепенно здание медленнее переносится в цену товара станки чуть быстрее почему это происходит ну первое что самое главное есть это физический износ любая вещь которая сделана человеком имеет свою определенную срок годности мы построили здание как бы хорошо мы его не построили через сто лет она рассыпется или его надо будет перестраивать капиталить как-то укреплять физический износ достаточно просто посчитать взяли прикинули сколько там допустим срок годности кирпича до 50 лет первых он накапливает свою прочность потом еще 50 лет вон свой запас растрачивает соответственно здание мы рассчитываем на 100 лет если у нас какая-нибудь но автомобиль который грузовик привозит туда-сюда барахло по территории завода ну соответственно сколько там грузовика может проработать ну там полмиллиона километров проехать или допустим 10 лет он может проработать физический износ с этого автомобиля мы делим на 10 лет и включаем его стоимость в цену товара но тут опять же есть очень хитрая штука с физическим износом что здание новое здание мы построили понятно оно стоит допустим первых лет 10 вообще там ничего не надо делать трубы не текут крыша не течет все исправно автомобиль тоже первый гарантийный срок он там 200 тысяч своих намотал ему там ну масло поменял собственно все расходы то есть первое время мы хотя и должны учитывать стоимость этого автомобиля стоимость товара но тем не менее износ автомобиля он неравномерен и с каждым годом он начинает все чаще и чаще ломаться и соответственно последний год эксплуатации он вообще рассыпается больше стоит на ремонте чем ремонтируется и тут человек который организовал данное производство должен задуматься стоит ли этот автомобиль использовать до последнего или его проще там каком-нибудь виде избавиться и заменить его до истечении его физического срока кроме ну такого числа умозаключительного до срока когда мы считаем допустим автомобиль 10 лет может использоваться но если у нас производство очень интенсивная допустим круглосуточная рабочие у нас работают в три смены соответственно автомобиль будет значиться в три раза быстрее если мы будем его перегружать больше того что у него прописано в ттх то соответственно будет еще быстрее значимость физический износ тоже штука вроде бы очевидная но не сильно простая и не всегда одинаковая кроме физического износа есть еще моральный износ у маркса свои примеры у нас свои да вот буквально еще лет десять назад у всех были факсы все отправляли факсы все знали как пользоваться факс сейчас факс уже нигде не найдешь то есть мы можем купить новый факс новый чистый погей там его хватит на 10 лет эксплуатации срок физического износа но морально его использовать уже нельзя мало лишь куда мы можем отправлять факс теперь хотя техника есть она вроде ну с точки зрения формального товара она новая неиспользованная то есть физический износ у него нулевой она может уже десять лет но моральный износ подразумевает что и даже если ты купишь со склада где-то старый факс использовать ты его не сможешь это не только факсы да ладно факс у нас это ширикой компьютер можно взять старый компьютер десятилетней давности купить у кого-нибудь там со склада пусть он там новый никогда не использовался ничего но за 10 лет он морально устарел и не совсем адекватен для современного использования итак износ у нас получается неравномерен что моральные что физические моральные износ тоже может быть взять резко взять и поменяться если вчера что-то было новое то завтра но может устареть и таким не являться видео салона до много таких вещей зачем нам это надо зачем обучил учитывать износ износ нужно учитывать прежде всего для амортизации а то есть сколько капиталист должен отложить средств на амортизацию техники ну понятно мы посчитали здание стоимость товара на 100 лет стоимость машин там на десять лет стоимость каких-нибудь запчастей и материалов надо все это вместе сложили для каждого производства это будет индивидуально смотря какое у нас производство сложили и мы знаем сколько каждый год мы должны откладывать амортизационных средств чтобы восполнять свои средства производства то есть каждый год мы должны воспитывать лампочки раз 10 лет должны менять машины и раз в сто лет соответственно менять здание если у нас огромное производство как правило у нас уже давно давно все производства большие то соответственно каждый год меняем там одно здание 10 автомобилей 100 лампочек то есть амортизация разбивается равномерно на весь период обновления средств очень интересный пример опять же есть капитале как директора заводов директора вообще террористических предприятий очень интересно балуются амортизации сегодня кстати тоже современные предприятия с амортизацией всячески балуются и зачем это надо вот у нас есть акционеры предприятия мы акционерам говорить вот извините в этом году нам надо было обновить то-то 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 здание мы там столько-то средств постратили на амортизацию соответственно извините дивидендов в этом году не будет мы вам их не заплатим что может сделать по идее акционер он может взять и проверить бухгалтер ну опять же он смотрит а там записано ну да амортизация зданий надо новое здание если денег нет выдержитесь проверяем амортизация она не из воздуха берется в садце из сладко по этому проверяй не проверяй расход средств грамотный директор завода сделает так чтобы откопаться нельзя будет соответственно амортизацию можно закладывать очень многие интересные моменты когда мы смотрим всевозможные статистику там сводки к ней к евро news глобан еще по европам от семена там постоянно говорят на бирже такая-то компания его капитализация поменялась посчиталась больше чем в прошлом году меньше чем в прошлом году и тому подобное это вот как раз оттуда как раз эта статистика берет из того что предприятие берет и крутит вверх сколько у него балансе основных средств то есть производства сколько они стоят на самом деле насколько они измошены и соответственно сколько из них они платят на акции в качестве дивидендов да 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 это же статистика статистика всегда считается на период опять же что нам позволяет крутить вертеть средства амортизации и вообще как к тому проходить у нас получается что средства которые мы используем для производства они имеют двоякий характер а двойственность диалетика так называемая допустим для любого производства сейчас надо электричество электричество надо для освещения помещения чтобы рабочие могли смотреть там чтобы палец себе не отрезал грубо говоря электричество нужно для машин с одной стороны электричество это у нас сопутствующие материалы которые непосредственно в производстве не используют с другой стороны электричество непосредственно входит в стоимость товара так свою стоимость на переносит на товар вот казалось одно и то же электричество у него двоякое использование то есть и как средство сопутствующие материалы да и как сырье оно может быть и как постоянный капитал по обслуживанию здания хотим мы не хотим у нас здание должна быть пожарная сигнализация он висит датчики да они требуют электричество это постоянные расходы счетчик электрический один у нас группа говоря на здание он считает сразу все то есть один и тот же вид сырья электричество могут использоваться и там и тут и сяк он может быть и постоянным и переменным капиталом и сырьем далее двоякое есть транспорт в капитале интересный пример что транспорт может использоваться двояко с одной стороны может участвовать производстве то есть возить допустим по территории какие-то запчасти доставляет комплектующие расходники а с другой стороны этот же транспорт может возить и людей допустим у нас на предприятии есть легковые машины когда надо они нам запчасти привозят когда надо они людей куда-то привозят то есть опять же вроде бы транспорт он один но он имеет двоякое использование в средствах производства еще очень интересный пример из капитала это рабочий скот до сих пор актуальный момент а вот допустим какая-нибудь австралия выращивает овец овцы являются средством производства так как они выращивают на них шерсть через три губы продают одеяло но скот стареет с ним надо что-то делать его надо возобновлять что сделать но скот зарежут продают баранину русским русские купят потому что кушать хочется и вроде бы вчера это был рабочий скот и соответственно это были основные средства сегодня ты смотри это уже товар это мясо покупать в виде товара то есть опять же двоякость использования того и того же кенгуру не выращивают на шерсть молочный скот да по идее молочный скот он не должен идти это говядина не должна идти в пищу потому что она очень жесткая очень некачественная по идее она должна идти на корм скоту вместо этого молочную говядину существенно также продают в магазинах в виде мяса и хочешь не хочешь мы ее покупаем относится на самом деле не только к рабочему сколту это просто пример из маркса из капитала а также в принципе двоякость использования может быть чего угодно может быть здание да мы купили здание для производства завод построили потом его продали там сделали торговый центр торговый центр поработал потом взяли его продали в качестве квартиры или наоборот взяли живой дом на первом этаже сделали офис было жилое помещение стало офисно хотя казалось бы здание недвижимость постоянный капитал а тем не менее даже он может быть двояко использован компьютер и все что угодно да для чего это все рассказываю да вот тут вся двоякость использования она приносит путаницу экономисты тогда путались экономисты путаются сейчас да то есть какую часть капитала к чему отнести что из них это сопутствующие материалы что основной капитал что переменный вот чтобы это не путаться надо разбираться в каждом конкретном производстве смотреть в каждом конкретном производстве что у нас является чем и мы не должны путать основной оборотный капитал с категориями постоянного и переменного капитала то есть все на зависит от того как этот капитал какую роль он играет производстве да то есть здание поиде это у нас оборотом капитал если эти здания делать застройщик застройщик строяй здании здания подает пожалуйста это оборотный капитал если это какой-нибудь завод 见 располагается его цеха в этом здании то соответственно то самое капитал но при этом если у моста и всявод в априке где тепло жаркое на самом деле это сознание просто крыши которая там натянута над Производственная площадка И покрыта банановыми листьями Банановые листья сгнили И каждые 3 месяца меняют на новые И соответственно этот Навес над заводом У нас уже становится оборотом капитала Почему оборотом? Потому что он оборачивается каждый год Один раз в год, несколько раз в год Может быть раз в несколько лет Но это все равно оборотный капитал Мы говорили опять же в предыдущих клавах Главное, что мы должны помнить Что все эти оборотные капиталы Основные, постоянные Это все у нас постоянный капитал То есть это те средства Те затраты, которые требуют С одной стороны Постоянного наличия у капиталиста То есть они должны постоянно быть в собственности У капиталиста перемены капитала Это люди, которых он, грубо говоря Нанимает для своего производства Обороты, которые часто происходят в производстве Это то, что ты постоянно оборачиваешь То, что у тебя идет постоянно в обороте Это оборотный капитал То есть туда может быть относиться все Если ты опять же застройщик Ты строишь здание Для тебя это оборотный капитал Ты взял деньги Вложил его в здание Здание тут же и вернул Продал в качестве продукта И потом на полученную выгоду Ты построил новое здание То есть они постоянно находятся в обороте То есть это те части Составные капиталы Капиталы, которые находятся все время в движении То есть они при... С чего начинался второй том Да, они постоянно претерпевают метаморфозу Что они из товара превращаются в деньги Из денег в товар Это все оборотный капитал То есть если брать, например, бокалейщика То его оборотный капитал Это те овощи, которые там подаются? Ну, бокалейщик это не производство, скажем так Ну, по факту, да Для бокалей это наличное То есть он купил то, что не будет овощи и фруктов Если не подаст, то ничего не будет В этом плане Если он в магазине не имеет собственности И арендует Это тоже оборотный капитал То есть он каждый год должен Закладывать свой оборот Затраты на аренду помещения Так вот, что для нас главное Что различные составные части Из которых состоит Производительный капитал Они все так или иначе Несмотря на то, что используются В разных степени Они свою стоимость Переносит стоимость товара Причем Переносит с разной скоростью И с разной ролью Поэтому любой, опять же Как я говорил, производитель Мы должны считать В конкретном производстве Сколько он должен денег тратить На восполнение этого капитала А переменная часть капитала То есть рабочая сила Она присоединяет свой продукт К готовому, свою стоимость То есть полностью стоимость Рабочей силы включается в товар Так как она переносится на него Без остатка Мы сейчас не берем Прибыль Мы это рассматривали в прошлый раз Мы просто берем Именно саму Рабочую силу То есть если рабочая сила В России стоит дешевле Чем Какой-нибудь Китай Да, кстати Уже даже дешевле Чем Китай То соответственно Один и тот же завод Который производит Продукцию Бразилию лучше Возьмем Да, наш классический Любимый пример Производство Автомобилей Форд Один и те же Фордовые Делали в Бразилии И у нас в России Под Питером Один и тот же продукт Один и те же Комплектующие Но Рабочая сила в России Была дешевле Зарплата в России Меньше И соответственно Стоимость российского Форда Ниже чем Стоимость Южноамериканского Форда По той простой причине Что у нас Меньше Стоимости Рабочей силы Перекладывается На готовый Попродукт Вот такая Вот интересная История Далее К чему Мы приходим С силой Этого Что Нам требуется Постоянно Ну не нам Капиталисту Имеется Требуется Все время Иметь Некий Оборотный Капитал То есть Оборотный Капитал Это прежде всего Некая Сумма Денег Опять же В данной Главе Мы пока Не берем Кредит Когда мы Можем Часть этих Денег Занять На стороне Банка Мы имеем Ввиду Именно Конкретного Капиталиста Без Этого Самого То есть Капиталисту Нужна Иметь Определенную Сумму Денег На которую Он будет Покупать Рабочую Силу Восполнять Сырье Которое Соответственно Постоянная Часть Капитала Восполнять Сопутствующие Материалы Тратить Часть Денег На Восстановление Износа На ремонт Сданий На ремонт Автомобилей То есть Ему Нужны Оборотные Определенные Средства Эти Средства Называются Авансированный Капитал То есть Это С одной Стороны Деньги Которые Тебе Необходимы Для Оплаты С другой Стороны Туда Может Относиться Товар Если У тебя Есть Товар И ты Умеешь Продавать За счет Его Продажи Ты можешь Располнять Стоимость Износа Ремонта Другой Пример Еще У Марца Есть Интересный Сельскохозяйство Рабочие Когда С ними Расплачивается Готовая Продукция Или У нас В 90-х Была Такая Же Ситуация У тебя Есть Товар Ты В принципе Можешь Использовать То есть Авансированный Капитал Это Денежный И товарный Капитал Который Используется Непосредственно Для Производства Для Его Поддержания Для Исправления Износа Для Оплаты Рабочих Для Закупки Сырья То есть Это Определенная Сумма Которая Должна Всегда Быть Капиталиста Чтобы Он Мог Запускать Производство И Не Останавливаться Обороты Капитала Каким сумма Капитала Постоянного Определения Нет Почему Обороты Капитала Капитал Который У тебя Находится В Обороте То есть Тот Капитал Который Ты Обращаешь За Производственный Цикл Назовем Это Так Если Ты Производишь Нет Это Не То Это Все Сложно Поэтому Не Надо Путаться Надо Смотреть Из Капитал Капитал Одинаково Просто Постоянный Капитал Включает В себя Не Только Оборот Капитал Постоянный Капитал Это Те Вещи Которые Требуют Постоянного Расхода Это Все Кроме Рабочей Сил Все Кроме Зарплаты Рабочих Все Расходы Производства Это Постоянная Составляющая Капитала То есть Мы Приходим Что Это Оборот То есть Переменная То есть То И Постоянная Тот Которые Рабочие Трудятся Непосредственно И В итоге Что-то Производим На Тренисе Оборот Капитал Который Тушет Все Вместе Нет Оборот Капитал То Что Мы Производим Это Товар То Что Мы Произвели Товар Он Да Может Выступать В Качестве Оборот Капитала Но Опять же Смотря В чем Если Ты Выпускаешь Продукцию Которая Легко Востребована Допустим Печешь Клеп Он Тебе Быстро Расходуется Это Будет Твой Агансированный Оборот Капитал Ключевое Все Это Все Три Радных Капитала И Капитал Важно А Капитал Это Предумает Что Ты Увеличиваешь Свою Капитал На Чем Ты Увеличиваешь Капитал Постоянно На Период На Оборот Или Как Еще Друг Нет Погоди Мы Сейчас Опять Увеличение Со Чего Увеличение Капитала Происходит Не Рассматриваем Мы Рассматриваем Что На Производстве У нас Есть Составные Части То есть Мы Должны Производство Поделить Классифицировать Почему Мы Классифицируем На Постоянный Оборотный Капитал Зачем Нам Это Надо Для Того Чтобы Посчитать Амортизацию Сколько Нам Средств Надо Отложить И Заложить С одной Стороны В стоимость Товара С другой Стороны В то Часто Мы Этот Капитал Должны Восполнять Если Мы Быстро Должны Восполнять Должны Лампочки Приграли Быстро Мы Соответственно Должны Иметь Запас Лампочек До того Как Мы Подадим Свою Продукцию Мы Или Запас Лампочек Должны Иметь Или Запас Длинг Да Если У нас Здание Которое Стоит Или Не Портится Или Допустим Земля Которая Изначивается Очень Медленно То Измите Это Постоянная Часть Все Зависит Сугубо От Производства На Это Как Высшие Математики Надо Учитывать Все Мелкие Нюансы Чтобы Более Точно Прогнозировать Наш Трата Капитала Трата Ресурсов Не На самом деле Здесь Нет Ничего Сложного Просто Когда Мы Говорим В целом О Неком Предприятии Вакууме Ну Естественно Мы Должны Подвести К чему То Единому Это Сложный А если Мы Конкретное Предприятие Берем И раскидываем Сколько У нас Каких Расходов Есть И куда То Там Все Регко И просто Раскидывается Постоянная Переменная Часть Все Очень Просто Опять же Для чего Все это Нам Надо Нам Это Надо Для Восполнения Капитала Мы Помним Что Капитал Это Самовозрастающая Стоимость Если Мы Из Своего Производства Хотим Выделить Новое Производство Более Расширенное Которое Приносит Больше Прибыли Соответственно Мы Должны Закладывать Не только Средства На Амортизацию Производства Но мы Должны Еще И Накапливать Капитал Основной Капитал Который Позволит Нам Расширять Производство Опять же Эту Стоимость Мы Должны Уложить Стоимость Товара Не Просто Так Из Нам Не Хватит Денег И Все А Если Мы Слишком Завысим Цену Наши Конкуренты Просто Посчитают Да Вот Смотри Мы Тут Сэкономим Мы Сможем Продавать Дешевле И Соответственно Мы Выиграем На Конкурентном рынке Тебя Естественно Это Все Работает До Того Как Образуется Монополий Когда У тебя Монополия Какая Небудь Там Да Да Моральный Износ Несмотря На то Что Прошло Уже Много Лет Как Факсов Нигде Нет А Какие Там Гос Структуры До Сих Пор Факсов Пользуются Ну И Пожалуйста И Прекрасно Себя Чувствуют То Есть Для Них Там Моральный Износ Не Важен Какие Нибудь Перевозки Городские Автобусы Да Там Ездит Автобус Который Тридцать Лет Который Ломается Прошлое Три Часа Несмотря На Этому Все Равно Едет По той Простой Причине Что Другого Нет Конкурентов Нет А При Этом Все Те Же Самые Амортизационные Числения Считаются Только Идут Они В качестве Прибыли Диридентов Или К Собственнику Или Кому Нибудь Куда Нибудь Замыливаются Все Дополнительные Средства По той Простой Причине Что Они Должны Были Подкладываться На Восстановление Производства Их Кто-то Присваивается Вопрос Кто Ну Вопрос Телеком Например Брудное Амортизирование Происходит Устаревает А Отчинить Некомое Ну Таких Примеров Нужно Привести Много Какой Нибудь РЖД Который Приносит Сверх Прибыли За счет Того Что Вовремя Не Восстанавливает Свои Пути Не Повышает Их Пропускную Способность Не Электрифицирует И тому Подобное То есть У нас До сих Пор Есть Куча Веток Железнодорожных Которые Не Электрифицированы По Идеи Тепловозы Уже Морально Давным Давно Устарели Но Они До сих Пор Есть Если Вы Дальше Зависим Да В принципе На этом Глава Заканчивается Именно По Капиталу Основному Оборотному Заканчивай Что Больше Вопросов Нет Основной Капитал Это Синоним Постоянного Глава Часть Да Он Его Часть Он В него Входит То есть Все Что Не переменный Капитал Он Постоянный А постоянный Капитал Мы Как раз И делим На оборотный Который Быстро Оборачивается На Постоянный Который У нас Они же Средства Труда Как правило Которые Очень Медленно Обновляются Которые Годами Стоят И нам Не надо Их Постоянно Обновлять Вот Мы Уже Как раз И делим На Те Составные Части Которые Позволяют Нам Считать Именно Маркетизацию Считать Прибыль То есть Это Скорее Важно Для Бухгалтерии И для Учета Причем Важно Не только Для Капиталистического Производства Точно так же Для Социалистического Показать Уровень Управления Хозяйства Чем Ты Более Рационально Распродываешь Средства Тем Ты Более Лучше Распережащий Тут Можно Очень Интересный Примет Вести Социалистическое Экономике Как В Советском Союзе Боролись Как раз С физическим Моральным Износом Точнее С физическим Моральным Износом Например Было Требование Для Машин Машина Могла Производиться Не более Десяти лет То есть Ты сделал Новую Марку Машины Начал Новую Модель Выпускать Десять Лет И Можешь Получать Бонусы Премии Выписывать Через Десять Лет Государство Тебе Как Регулятор Начинает Потихоньку Вставлять Палки В колеса Повышать Налоги На Производство Соответственно Ты Перестаешь Получать Премию Оно Старалось Всячески Душить Старые Автомобили И Любой Советский Автомобиль Не мог Простоять На конвейере Больше Двадцати Лет Через Двадцать Лет Он должен Был Идти Поэтому Автомобили Постоянно Нужны Были Улучшаться Идеальный Цикл Считался Раз Десять Лет Замена Модельного Ряда Естественно Практика Выходила Как Получится Иногда Один Автомобиль Мог Стоять Очень Долго На Конвейере Допустим Зил 130 До сих Пор Ездят Производился Очень Долго По той Причине Что Когда Пришел Момент Замены Его Десять Лет Вышло И Надо Было Делать Новые Зилы Решили Что Вместо Того Чтобы На Зиле Запускать Новые Грузовики Решили Сделать Вместо КамАЗ Производство И Новую Модель Зила Бескапотную Которая Должна Он Лидар В Камск И Там Сделали Новый Завод А Зил Продолжили Делать Старый От Этого Было Очень Многих Интересных Моментов Какой Нибудь Грузовик Крас Он В нашем Представлении Крас Он Везде Одинаковый Крас Он И В Африке Крас И На Севере Он Везде Одинаковый А на самом деле В Кремничуке Там Тоже Постоянно Они Крутили Вертели Пытались Делать Модели Там Фары Из Кабины На Бампер Повесят Из Круглых Квадратных Типа Вот Это Новая Модель Вот Смотрите Это Новая Модель Мы Перезапустили Производство И Это Не Старый Морально Устаревший Крас Это Новый Крас С Квадратными Фарами Которые Встроены В бампер Поэтому Давайте Нам Премия Вынушите Нас Налогами И Давайте Нам Всякие Поблажки Для Производства Ставьте Нам На Новую Модель Если У тебя Новая Модель Запускается На Производстве Ты Соответственно Тебе Нужны Новые Специалисты Советского Автомобили Старый Времени Они Практически Все Одинаковые У них Жигули Чем У Жигули Тройка От Единички Отличаются Двумя Фарами Круглыми Места Одной И Новая Решетка Пятерка Чем Отличается Квадратные Фары И Другая Решетка Те Же Самые Жигули Там Жигули Веды Они Еще Говорят Что Там Модель Прокладки Получить Экономику Знают Не только Производцы Мы В том Числе Как Люди Партийные И Если Мы Хотим Заниматься Управлением В государстве Мы Должны Понимать Что Нас Пытаются Производители Как Те Акционеры Которые Дивиденды Кидаются Точно Так Же Государство Должно Понимать Что Не Не Хватает Просто Фар Поменять Пожалуйста Поставь В Жигули Новый Двигатель Большего Объема Был у Тебя Там 1.2 Стал 1.3 Потом 1.5 Стало То есть Ну Замена Фары Извините Это Заканчивается Моральный Износ Не Это Самое Заканчивается Заканчивается Продолжение следует